Я уже как-то говорил, что в России Студибекер это грузовик. Так сложилось исторически. И сегодня мы приоткроем обветшалый железный занавес, чтобы увидеть действительно уникальный автомобиль. Студибекер чемпион 1950 года выпуска. Новое поступление в коллекцию камыш-машек. Каким он в реставрационную мастерскую поступил, вспоминать не будем, но каким он из нее вышел, достойно восхищения. Тем более машин подобных этой в России нет. Их выпускали с 1947 по 1952 год. Кузова были разные. Были и двухдверные, и с мягким верхом. Также существовали различные комплектации. В нашем случае не бедный автомобиль. Полностью его название звучит Студибекер чемпион Regal Deluxe. Простите мой английский. Чем он отличается от простого Студибекера, точно не знаю. Так как сравнивать не с чем. Аналогов у нас нет. Можно точно сказать, что снаружи больше хрома. Но главная особенность данной модели, это естественно конструкторские решения, примененные при создании кузова. Обратите внимание на двери. Они открываются в разные стороны. Еще интересно заднее стекло, состоящее из двух половинок. В народе его называли локомотивным. На американских локомотивах стояли похожие по конструкции, но естественно лобовые. Интересная деталь, что рама, а машина рамная, не претерпела изменений с начала серийного производства автомобиля. То есть она 1930 года разработки. А вот кузов уже третьего поколения и внешне не имеет ничего общего с предшественниками. При всей своей харизматичности автомобиль строился не для богачей, а для народа. От этого продуманность и функциональность. Посмотрите на багажник. Он огромен и вместителен. То же самое можно сказать и про салон. Сзади три человека сядут. Не самые здоровые, но сядут. Спереди тоже вполне комфортно. Комфортно. Комфортно это мягко сказано. Единственное, я бы спинку побольше назад откинул. Так, что мы тут имеем? Да, без мануальной подсказки не обойтись. Итак, по порядку. Рычаг кранопечки. Рычаг открывания капота. Рычаг включения повышенной передачи. Включение вентилятора обогрева лобового стекла. Включение вентилятора обогрева салона. Первое положение сильно. Второе тише. Переключатель подсветки приборов освещения салона. Переключатель габаритных огней и головного света. Два положения. Соответственно, замок зажигания. Так, под ногой. На полу. Значит, снизу кнопка переключения головного света. Сверху кнопка стартера. Мотор тут шестицилиндровый бензиновый. Кстати, разработали его также в 30-х годах. И успешно продолжали производить вплоть до 3-й четверти 20-го века. Естественно, модернизируя, но концепцию не меняя. Его объем 2,8 литра и мощность 85 лошадиных сил. И когда он оживает, то ты понимаешь, что старые автомобили имеют свою душу. В город мы сегодня, увы, а может быть и к счастью, не поедем. Потому что, во-первых, машина только что после реставрации, это самое главное. А погодные условия оставляют желать лучшего. Весна. Характерная американская трехступка с переключалками на руле работает хорошо. Но по привычке не хватает четвертой. Хотя это только привычка, так как и третий хватает за глаза. Обзорность хороша. Даже капот не мешает. На скользкой дороге задний привод сказывается. Повадки тяжеловоза. Он трогается и тащит. Уверенно, неспешно. Но ты точно знаешь, что у него есть сила для рывка. Многие меня спрашивают, что это за черные коробки установлены на автомобилях. Это уже поздняя доработка кондиционер для улучшения среды обитания сытых американских товарищей. Кстати, дворники тут вакуумные. И не всегда их хватает. Поэтому надо в уме закладывать лишние метры до препятствия. Тем более, что вес машины не самый маленький. Три с четвертью тонны. Чемпионы были очень популярны. Так как стоили всегда дешевле конкурентов. А были во многом лучше. А главное, экономичнее по расходу. Каждый мог выбрать себе комплектацию. Хоть голый в металле, хоть кожаный с деревом. От этого цена и формировалась. Успех данной модели прост. Перед ее созданием конструкторы опрашивали потенциальных покупателей на тему, какой должен быть автомобиль. И только после этого на свет появился студибекер-чемпион, который и сегодня, согласитесь, прекрасен. Продолжение следует...